Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слова Божия. Мы продолжаем с вами изучение Священного Писания Ветхого Завета на библейском интернет-портале экзегет.ру. И с вами снова сегодня я, Солодков Андрей Иванович, декан Миссионерского факультета Российского Православного Университета. И мы приступаем с вами к 39-й главе, где продолжается история о Иосифе Прекрасном, как мы помним, который был продан в рабство своими братьями. С первого стиха. Иосиф же отведен был в Египет и купил его из рук измалитянина, приведшего его туда египтянин Патифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей. И был Господь с Иосифом. Он был успешен в делах и жил в доме господина своего, египтянина, и увидел господина его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему. И поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его. Вот такая история. Снова и снова слова апостола Павла, что любящим Богу все содействует ко благу. Что значит слова «и был Господь с Иосифом»? Святитель Иоанн Златоуст пишет по этому поводу. Что означают эти слова? Вас задает он вопрос и продолжает. То, что благодать свыше, сопутствовала ему, и все трудности делала для него легкими. Она устраивала все, что касалось его. Она и купцов сделала кротками, и расположила продать его царедворцу, чтобы он постепенно, идя вперед по этому пути, и, подвергаясь таким искушениям, мог приблизиться к старскому престолу. И ты, возлюбленный, слыша, что он терпел рабство у купцов, а потом перешел в рабство к царедворцу, подумай о том, как он не смущался духом, не предавался сомнениям в своем уме, и не говорил, мол, как лживы те сны, которые предвещали мне славу. Вот после этих снов рабство, и рабство тяжелое, господа у меня переменяются, и я перехожу от одного к другому, от другому к иному, и вынужден приспосабливаться к их диким нравам. Уже не оставлены ли мы, и не лишены ли помощи Вышнего? Ничего подобного он не сказал и не подумал, но все переносил скротостью и благодушием, «Ибо был Господь с Иосифом, он был успешен в делах». Что значит «успешен» задается снова вопросом святитель Анзлатоуст. «То, что все у него шло успешно, повсюду предшествовала ему благодать свыше, и так ясно проявлялось на нем, что заметил это и господин его царедворец». То есть мы видим, что если человек хочет добиться какого-то успеха, несмотря на то, это пример Иосифа Прекрасного, удивительный урок для жизни каждого человека, несмотря ни на что он попадает в совершенно разные ситуации, и ситуация-то, мягко говоря, продан в рабство, «Один господин меняется, другой, но он во всем видит промысел Божий». Он во всем ведет себя так, как об этом говорится в молитве «Отче наш». «Да будет воля твоя, як на небеси и на земли». И если человек живет так, то Бог всегда будет заботиться о нем. Сказано, что Иосиф все переносил с кротостью. Господь благословлял весь дом египтянина. Он был как некий тандем, как некий такой проводник успеха для людей, которые его окружали. Что же такое кротость и смирение, и как проверить себя? А есть ли, например, она у нас и в нашей жизни? Мы помним заповедь Господа и Спасителя Иисуса Христа на горной проповеди «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное». Что значит это слово «нищие духом»? Многие переводчики и экзегеты это слово переводят так, и оно действительно может быть переведено так, как «нуждающиеся». «Блаженны нуждающиеся, ибо их есть Царствие Божие». «Блаженны нуждающиеся в духе» — это слово «анавим», то есть «бедняки». Человек, когда нуждается постоянно в Боге, во всем он видит нужду в Боге, и поэтому ему предсуществует успех не только в этой жизни, но и в жизни будущего века достижения Царствия Божия. Иоанн Лесничник пишет по этому поводу следующее, чтобы проверить себя. Есть ли в нас какие признаки смирения? Нас пока, слава Богу, никто в рабство не продает, от одного господина к другому не передают. Ну вот что пишет преподобный Иоанн Лесничник в лесвице. Цитаты. Три признака, три главных признака истинного смирения, потому как, прежде чем привести цитату, добавлю, потому как можно смиряться и ложно. Если лжесть смирение перед начальником ради своей корыстной выгоды можно, как говорят, и полицемерить. Нет. А вот три истинных признака смирения. Первый, пишет преподобный Иоанн Лесничник. Первый. Когда душа с радостью принимает всякое унижение, как врачество, исцеляющее ее недуги греховные. Ничего себе. Когда душа принимает всякое унижение, и принимает их как лекарство, говорит преподобный Иоанн Лесничник, как врачество, исцеляющее ее недуги греховные. Второй признак, да, надо подумать, есть ли это в нас. Вот второй признак, второй, когда ни на что и ни на кого не гневается. Второй признак истинного смирения. И третий, когда вовсе не верит своим добродетелям и постоянно желает научаться. Вот три признака истинного смирения. Можно проверить себя еще раз. Когда душа с радостью принимает всякое унижение, как врачевство, исцеляющее недухи. Это первый. Второй, когда ни на что и ни на кого не гневается. И третий, когда вовсе не верит своим добрым делам. То есть все приписывает Богу. И постоянно желает научиться дальше, как творить добрые дела. Пожалуйста, можете проверять себя. Каждый день, встав утром, проверить, есть ли у нас, что мы принимаем унижение. И принимаем как врачество. Ни на кого не гневаемся. И всегда по молитве преподобного Макария Великого, как начинается вечернее правило. Господи, милость буди мне грешным. Яко не калиже. То есть ничего доброго я пред тобой не сделал. Вот таким был Иосиф прекрасный. И мы читаем далее. И снискал Иосиф, как созна благоволение в очах его, и служил ему, и он поставил над домом его, и все, что имел, отдал в руки его. И пятый стих. И с того времени, как он поставил над домом своим и над всем, что имел Господь, благословил дом египтянина ради Иосифа, и было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле. И поставил, и оставил он все, что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. Иосиф же был красив станом и красив лицом. И обратила взоры на Иосифа, жена Господина его, и сказала, спи со мной. Он отказался. И сказал жене Господину своего, вот Господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в руки мои. Нет больше меня в доме семь. И он запретил мне ничего, не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу перед Богом? Когда так она ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался ее, чтобы спать с нею. И быть с нею случилось в один день, что он вошел в дом делать дело свое, а никого из домашних тут в доме не было. Она схватила его за одежду его и сказала, ложись со мной. Но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон. Она же, увидев, что он оставил одежду свою в руках ее и побежал вон, кликнула домашних своих и сказала им так, «Посмотрите, он привел к нам еврея ругаться над нами». Он пришел ко мне, чтобы лечь со мною, но я закричала громким голосом. И он, услышав, что я подняла вопль и закричала, оставил у меня одежду свою и побежал, выбежал вон. И оставила одежду его у себя до прихода господина его в дом свой. И пересказала ему те же слова, говоря, «Раб еврей, которого ты привел к нам, приходил ко мне ругаться надо мной». Но когда я подняла вопль и закричала, он оставил у меня одежду свою и убежал вон. Когда господин его услышал слова жены своей, которые она сказала ему, говоря, «Так поступил со мной раб твой», то воспылал гневом и взял Иосифа господин его и отдал его в темницу, где заключены узники царя, и был он там, в темнице. Как говорят в народе обычные пословицы, что одна беда приходит за другой. Действительно, здесь мы видим, что Иосиф, вот он продан своими братьями, вот он передается одного брату к другому. Ну вот, наконец, какое-то, может, так сказали, послабление, и он в доме этого телохранителя, Патифара, управителя телохранителя, действительно, находит благоволение его в очах. Но здесь подкрадывается новая беда. Как пишет святитель Иоанн Златоуст, «Дьявол готовил для Иосифа западню, видя, как тот преуспевает вопреки обстоятельствам». Очень важное замечание святителя Иоанн Златоуста, что дьявол всегда готовит ловушку для человека, когда видит, что он преуспевает. Дьяволу, в общем-то, в кабаке и в публичном доме делать нечего. Почитайте Клаве Льюиса, английского писателя, «Письма Баламута». Дьявол всегда представляет своих бесов тогда, когда видит, что человек тянется к Богу. А, в общем-то, в кабаке и в публичном доме там все налажено. Там прескуранты, уже грех идет своим чередом. Дьявол, он не вездесущий. Это надо помнить, что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Это Бог вездесущий. А дьявол, где только видит праведника, туда он сразу поцелает своего беса. Поэтому, когда мы с вами видим, что, например, в монастырях или в храмах, или, может быть, где-то в церковном обществе происходит какое-то нестроение, то, что, на первый взгляд, нам кажется неприглядным, будем помнить о том, что дьявол именно действует там, своими искушениями, и не всякие люди могут их преодолеть и выдержать. Поэтому дьявол готовит для Иосифа западню, как пишет Сидиан Златоуст, видя, как тот преуспевает вопреки обстоятельствам. То есть дьявол будет всегда наблюдать за нами, как мы только будем преуспевать в исполнении заповедей Христовых. Поэтому нужно всегда быть бдительными, как пишет апостол Павел. Мы помним с вами историю, связанную с жизнью Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Помните, после праздника Богоявления, когда Христос, об этом описывается в 3 главе Евангелия от Матфея, когда Христос явил себя народу, то после этого, как сказано, духом был введен в пустыню, и к нему приступил дьявол. Когда Христос свою жизнь посвящает подвигу, поста и молитвы, то дьявол здесь тут как тут. И только преодолев потом все эти искушения, Господь выходит уже на общественное служение, произносит заповеди, избирает себе учеников и прочие вещи. Поэтому искушений не избежать. Как сказано у апостола Иакова, я часто понапоминаю эти слова, он так и пишет. Радуйтесь, братья, когда впадаете в различные искушения. Не то, что радоваться, что я впал в них, а то, что радуйтесь, что Бог вас испытывает, дабы укрепить нас в вере, чтобы мы были, как сказано далее у Иакова, во всем совершенны. Итак, «Происки дьявола». Вот что по этому поводу пишет святитель Амросий Медиаланский. Цитата. «Лютый зверь, дьявол, видя, что праведник заслужил для себя почести, и что через самые скорбные, по-видимому, обстоятельства, делается только более славным, скрижетал зубами и не исцелствовал, и, будучи не в силах видеть праведника день ото дня, приобретающим большую славу, роет для него глубокую пропасть, приготовляет стремнину, с которой думает низвергнуть совершенную погибель, возводит бурю, могущую подвергнуть ему страшному калиброкрушению. Иосиф же, сказано, был красив станом и красив лицом. Для чего сказано о красоте телесной? Для того, задается этим вопросом Амросий Медиаланский, для чего сказано о красоте телесной? Для того, чтобы те, отвечают, кто красив телесно, не гордились бы и нанялись на свою внешнюю красоту. Но Иосиф прекрасный был прекрасен не только лицом и не только телом, но и душой. Мы видим, как он отвечает этой прелюбодейной, похотливой женщине. Он говорит так, как я совершу, 9 стих, как мы с вами прочитали, как же сделаю я сие великое зло и согрешу перед Богом. То есть богобоязненность останавливает его от этого преступления. И мы видим, что все обстоятельства, которые действительно там произошли с Иосифом прекрасным, они действовали против него. Все выглядело, как мы видим, достаточно правдоподобно. Представьте себе, вот Иосиф, она кричит, вот он хотел надругаться надо мною, и действительно у нее в руках все его одежды, все выглядит действительно вот как бы так оно и есть. И он оказывается оклеветанным и попадает в темницу. Но перед этим сказано, какие испытания он претерпел. Ведь в 10 стихе говорится, что это было неоднократно. То есть когда она ежедневно, как сказано, говорила ему, чтобы он вошел к ней. Вот свидетель Анзатауст пишет по этому поводу следующая цитата. «Чтобы мы знали все превосходство добродетели этого праведника и то, что он не однажды и не дважды, а много раз выдерживал эту борьбу, выслушивал такие речи и не переставал увещевать, Божественное Писание говорит. Так она ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался ее. Наблюдая за домашними делами, она, как зверь, скрежетающий зубами, напала на этого юношу, схватила за одежды, удерживала его. Не оставь этого без внимания, но подумай о том, какую борьбу должен был выдержать праведник. Не так чудно было, кажется мне, трем отрокам среди вавилонской печи остаться без вреда и ничего не претерпеть от огня, как чудно и необычно то, что этот дивный юноша, будучи удержан за одежду этой бесчестной и необузданной женщиной, не предался ей, но бежав, оставив даже одежды в руках ее, и как те три отрока за свою добродетель получили помощь свыше, говорится о, знаете о ком, отроке в печи, это книга пророка Даниила, и как те отрока за свою добродетель получили помощь свыше, явились победителями огня, так и этот юноша за то, что употреблял со своей стороны все усилия и оказывал великое постоянство в подвиге целомудрия, получил свыше великую помощь, чтобы при содействии десницы Божьей одержать эту победу и избежать сетей распутной женщины. Конец цитаты. Действительно, Иосиф, когда вырвался из рук этой женщины, он предпочел бегать лучше нагим, ведь он побежал нагим, может, кто-то его увидел из спальни этой женщины, нежели остаться нагим перед Богом и обнажить свою душу грехом. Поэтому, да, почему нагим побежал? Ну, тогда одежда, она себя представляла кусок целого полотна, поэтому в него особым образом заворачивались мужчины и женщины, не было еще таких тканных одежды, как у нас там пиджаки, рубашки, брюки и прочие там вещи. А был один кусок ткани, поэтому, когда она его схватила за край одежды, то он вот так вот развернулся, как юла, выскочил и убежал. Поэтому, если, например, современного мужчину, там такая женщина схватит, ну, пожалуй, он может пиджак там сбросить и убежать. Ну, тогда так в одной рубашке и в галстуке, ну, тогда такой возможности не было. Поэтому Иосиф предпочел остаться нагим, лишь бы только его ногота не открылась, как греховная ногота перед очами Божьими. Поэтому он так и говорит, как я сделаю зло и согрешу перед Богом. Итак, Иосиф брошен в темницу. Его господин поверил женщине, потому что, как я уже сказал, действительно все выглядело достаточно правдоподобно. И вот теперь он в темнице, и мы читаем в 21 стихе. «И Господь, несмотря ни на что, видите, любящему Богу все содействует ко благу». 21 стих. «И Господь был с Иосифом и просер к нему милость и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. И отдал начальник темницы в руки Иосифа всех узников, находящихся в темнице. И во всем, что они там не делали, он был распорядителем». Начальник темницы и не смотрел ни за чем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что он не делал, Господь давал ему успех. Несколько раз здесь с 21 по 23 стих подчеркивается, Господь был с Иосифом, Господь был с Иосифом. И тот, который был заточен в темнице, сам имел ключи от замков этой темницы. Ничто не может нас отлучить от любви Божьей. Ни долгота, ни высота, ни ширина, ни глубина, как пишет апостол Павел, ни за стенки, ни темница. Ничто не может и никто, если только мы будем верны Богу, поступать по Его заповедям. Удивительный пример Иосифа Прекрасного, любящего Бога, служащего Богу, надеющимся на Богу. И как сказано в этой главе и в 23 стихе, что во всем Господь давал ему успех. Если мы хотим быть успешны не только в каких-то делах материальных, но хотим быть успешными в очах Божьем и достигнуть Царствие Небесное, будем помнить слова самого Спасителя Иисуса Христа, что Царствие Небесное усилием берется и прилагающий усилия восхищает Его. Из этой истории мы видим, что, как и было сказано, неоднократно она домогалась до Иосифа, неоднократно она склоняла его к этому. Что творилось, в общем-то, в душе этого юноши, не надо думать, что он был совершенно какой-то безразличный, и ничего в душе его не происходило, это была удивительная борьба, борьба, молитвенная борьба, тому, чтобы не впасть в это согрешение блуда с этой женщиной, женой своего хозяина. Все он претерпел, снова и снова повторю эти слова, и ими хочу завершить нашу сегодняшнюю беседу, которые звучат у апостола Павла так, любящим Богу, Бога все содействует ко благу. Спаси Христос. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...